И всем снова привет! Я думал, что это видео будет по игре Legendary, но заметил в Google Play обновление игры про бабулю Грэнни. Там было написано, что в игру добавили крыс. Но при этом, чтобы их увидеть, нужно включить кошмарный режим. То есть эти крысы есть только в кошмарном режиме. Ну и, разумеется, там наконец-то убрали всю новогоднюю вот эту вот гурду-гурду. Новый год вроде как прошел уже давным-давно. Я все ждал, когда же там наконец уберут эту елку. Наконец-то убрали. И еще какое-то было изменение, но я не понял, что это означает. Было написано, изменен скриптовый пэкэнд на моно. Честно говоря, я не понял, что это означает. Может, сейчас пойму, если поиграю. Ну, поехали. Так, нужно включить кошмарный режим, потому что только в кошмарном режиме есть крысы. И поставлю, наверное, уровень сложности практис. Потому что меня бабуля пока не интересует, меня интересуют только крысы. Снова эти кровавые текстуры. Что-то я от них отвык. Эй, что случилось? А, ну точно, я же обновил эмулятор. И еще не настроил клавиши. Порядок, клавиши настроены. Ну, теперь идем. О, а вот и крыса. Вон она бежит. Побежали за ней. Ой, вторая. Ай. Она меня цапнула. Да, и крысы какие-то странные, прозрачные. Как будто привидение. Ай. Ну ты кусачая. Вы слышали, она так кусается, она так пищит. Во. Так. Давайте поохотимся, так сказать, на крыс. Будем за ними гоняться. За этими крысами. Да, и они тут, я заметил, какой-то своеобразный след оставляют за собой. О, след. Знаете... Куда-то сейчас убежала крыса. Куда? Куда? Крыски. Вы тут где? Ну-ка, 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 ну-ка. О! Вон куда ты удрала. О, попалась. Ай. Давайте побегаем за крысой. Просто хочу ее рассмотреть поближе. Ай. Перестань кусаться. А, туда побежал. Нет, вон она. Остановилась. Рассмотрим ее повнимательней, поближе. Вон она. Да, серьезно, она вся прозрачная, как будто это привидение какое-то. Неужели бабуля Грэнни еще и крыс бедных убивала? И они привидениями стали. Так, а эта крыса в ту комнату удрала. Эй. Что за... О! Вот ты где, крыска. Так. Понятно. То есть они нас кусают, но убить не могут. Так. Они меня убить не могут. А вот смогу ли я их убить? Так. Ладно. Вот я уже нашел деталь от дробаша. Относим ее на свое законное место. Так. А тут у нас что? Книжонка. Но она нам не нужна. Так, давайте-ка сперва попробуем отыскать... Ой, стоять. Я же еще в бардачок не заглянул. О! Этот. Пульт от той двери. О, а вот и крыса. Все, ты крысу увидел. Иди. Так. Ты хотел на крысу посмотреть всю операцию? То есть уйди. Так. Ну ладно. Так, все. Ой, крыса. У меня есть же спрей этот. Давайте попробуем в крысу спреем... Выстрелить. Да нет же. Не ту клавишу нажал. Пробелом. Эй. Да какой же кнопкой там стрелять-то? Забыл уже. Альт, что ли? Не альт. А какой же? Сейчас. Все, я выяснил. Это клавиша контрл. Сейчас крыса выбежит назад. Вон она. Она еще даже не убежала. Ладно. Так, что? Ей пофигу? Ай. Понятно. То есть на спрей крысам пофигу. Ну, собственно, этого следовало ожидать. Они же вон призрачные какие-то. Ладно, все. Спрей выкидываем. Он бесполезен. А я вообще хотел сначала арбалет найти. Во. Как раз ключ от арбалета нашел. Так вот, что я хотел сказать? Я хотел сказать... Может попробовать их сначала замочить из арбалета? О, еще одна крыса. Блин. Завалил себе проход. О, все. Сумел пройти. Вот и арбалетик. Да, не забыть, что стрельба клавишей контрл. Да эй, зачем я его выбросил-то? Я его не хотел выбрасывать. Это я случайно нажал. Все. Арбалет заряжен. Так, посмотрим, что у нас тут. Нет, здесь кроме... Ключа от комнаты с пауком ничего нету. Ну все, идемте искать крыс. Так. Пора открывать сезон охоты на крыс. О, а вот и крыса. Сейчас только дождемся, чтобы она остановилась тут где-нибудь. Вот это да, обе туда к пауку умотали. Ничего, значит скоро они должны оттуда вылететь. Ну, выбежать точнее. Ну, давайте, крыски. О, бежит. Бежим за ней. Нужно, чтобы она где-нибудь остановилась. О, остановилась. Стреляем. Ой. О, понятно. То есть на дротике она все-таки как-то реагирует. Так. А это точно она не сама убежала. Давайте попробуем повторить этот эксперимент. Так, вон крыса. А, нет. Понятно. То есть если в нее из арбалета выстрелить, она убегает. Теперь ясно. То есть на арбалет они реагируют, но не так, как бы мне хотелось. Они не дохнут, они убегают. Ладно. То есть все-таки они реагируют на руши. На спрей не реагируют, зато реагируют на арбалет. Ладно, посмотрим, как они отреагируют на дробовик. Если их из этого, из арбалета завалить нельзя, может из дробовика можно завалить. Паук же тоже не восприимчив к арбалету. Зато дробовика он боится. Так. Ну тут пусто. Ничего нет. Ой, крыса. Так. Где может находиться еще одна деталь от дробовика? Шестерня. Ой, крыса. О, а вот и деталь от дробовика. Понесли ее в гараж. Так. Оп. Остался только приклад. Так. Ну-ка. Может он тут где-нибудь? Нет, здесь кроме записки ничего нету. Возможно он в том деревянном сарайчике. Нет, здесь только шестеренка. Тут все пусто. Ой, крыса бежит. Так, ладно. Что я еще здесь не осматривал? Ну-ка. А, точно. Я же еще не сбивал отвертку. Только куда я выбросил свой арбалет? Ой, крыса, крыса, крыса. Куда я его выбросил? А, вот. Вот он. Потому что из дробовика стрелять я не хочу. Там находится канистра с бензином, и если выстрелить по ней из дробовика, то она взорвется. А я хочу попробовать с этой канистрой взорвать крысу. Эй. Ты чего не упала? А ну-ка еще раз. Так. О! И канистра упала, и отвертка. Ай, крыса. А дротик вообще тут застрял. Между твердым косяком и стеной. Так, все. Меня интересует отвертка. Так. Ну, посмотрим, что тут у нас. Опа. Ключ от того домика. Ну, хотя подождите. Я еще вот в эту дверь не заходил. Тут кусачки. Но они нам пока не нужны. Ладно. Ну, ладно. Давайте попробуем открыть этот домик. Тем более, я знаю, где шестеренки лежат. И так, кстати, меня тут осенила такая догадка, что если играть в тех уровнях сложности, где бабка есть. Это я сейчас играю просто на уровне сложности, где нету бабки. Мне кажется, что эти крысы работают как капканы. То есть, они тебя цапнут, они при этом пищат. Мне кажется, что на их писк прибегает бабуля. Так. Здесь аккумулятор лежит, но он нам ни к чему. Ай. Вот первая шестеренка. Ставим ее сюда. Вторая шестеренка у нас на втором этаже. Вот здесь. Так. Прыгаем в окошко. И ставим сюда шестеренку. А, нет. Здесь главный ключ. Он нам не нужен. Ладно. Что я еще не искал? О! Кажется, я знаю. Где там я нашел кусачки? А, помню. В той комнате, где окорок висит. Так. Давайте попробуем перекусить там провод за решеткой. Молоток нам не понадобится. Потому что... Если молотком не сломать камеру, вы ведь в курсе, что там просто тогда закроется дверь. Но дверь можно сломать. Ой. Как же я мог забыть? Сюда же еще попасть надо. Молоток-то все равно нужен. Ну, ладно. Где его только взять, этот молоток? Ай. И главное, крысы тут не бегают. Они, видимо, знают, что тут провал. Они бегают сквозь стены. Потому что они же привидения. Но я не пойму, если они привидения, почему они тогда реагируют на арбалетные дротики? Так, ладно. Ну, давайте попробуем сходить к пауку. Я знаю, где находится ключ от его комнаты. Так. Я знаю, где наход... Подожди. Не то хотел сказать... Хотел сказать, у меня есть арбалет. То есть, закрыть его я смогу. Чтоб он мне не мешал. Так, стоять. А я эти ящики же не открывал. Точно, вот же. Ключ от машины. Как же я эти ящики-то пропустил? Ну-ка, посмотрим, что там у машины в багажнике. Скорее всего, приклад находится там. Может, там молоточек. Молоточек нам тоже нужен. Открываем багажник. Да, молоток. Так, планы изменились. К пауку мы пока в гости идти не будем. Ай. Ну, чертова крыса. Еще одна. Да, надеюсь, они тут никакой... Чувой, не болеют. Так, заодно и сюда зайдем. А, ну тут мясо. А здесь пусто. Так что, если я захочу, я смогу еще и паука мясом покормить. Так, но мне нужны кусачки. Так, осторожно. По доске. Пришли. Так, что у нас тут? Ключ от сейфа. Так, камера здесь, она для чего нужна? Она тут просто вот, вы видите, я зашел вот в эту, так сказать, клетку, как в тюрьму. Камера это увидела и закрыла дверь. Но дверь можно вот так вот убрать, выкрутить болты, и тогда она отвалится. Все. Но, это еще привлекает бабулю Грейни. Но здесь-то у нас ее нету. Поэтому, если вы не хотите привлекать к себе внимание, ломайте камеру с помощью молотка. Ай! Ну ладно. Посмотрим, что хранит в себе сейф. Открываем его. Ручка от колодца. Ну уж, в колодце точно приклад. Хотя там может быть и арбуз. А может арбуз у паука. Ну ладно. Арбуз. Все-таки я ошибся. Ладно, а что тогда в арбузе? Так, это у нас что? Ключ от этого, от засова. Ну, походу, мы такими темпами сможем и из дома убежать. Но мне пока этого не надо. Ну а давайте просто так убежим. Ради прикола. Ведь у меня уже есть все, что необходимо для побега. Только давайте пока... Подожди, что? Так это ж приклад! На самом видном месте лежал, а я его не заметил. Он же тут был на бочке. Тьфу. Все. Дробовик у меня. Продолжаем сезон охоты на крыс. А вот и первая крыса. Куда ты сейчас побежишь? Туда. Значит, там она остановится. Можно будет по ней выстрелить. Или нет? Утрала. Смотри-ка. Эй, крыска, ты где там? Подожди. Следы. Бежим по следам. Ну где ты, крыса? Ой! Попалась! Давай, остановись. Иначе я не смогу в тебя попасть. Ура! Ну, огонь! Бежим по следам. Так. Понятно. Из дробовика я их тоже убить не могу. Они реагируют на него точно так же, как на арбалет. Просто убегают. Ладно. Остается тогда последний вариант попробовать их взорвать канистрой. С бензином. Но для этого надо их подкараулить. Подложим тогда канистру в какое-нибудь местечко, где я точно знаю, что они останавливаются. Я помню, что крысы останавливаются где-то тут. О, крыса бежит. О, остановилась. Чё? Нет, не сюда. Ладно. Так. Подождите. Они бегают здесь. Попробуем тогда бросить канистру на их пути. Да куда ты её швыряешь? Сюда надо. Да нет. Не сюда. Да. О! Во, как раз. Да, пипец, как меня крыса покусала. Даже крысы покусали. Всё, теперь остается лишь дождаться, пока крысы пробегут вот тут. Всё. Жтём. Сколько я тут уже играю? О, 26 минут. Почему-то я думал, что у меня уйдёт чуть меньше времени. Ну да, я тут пока всё искал. Оп. Блин. Момент проморгал. Ладно. О, она бежит назад. Нет. Не сюда. Ладно, ждём. Самое главное это не проморгать. Давайте, крыски, бегите сюда. Ну и где вы там? О, к пауку бегала. Сейчас, скорее всего, сюда побежит. Ну всё. Готовимся. Ой. Чё я натворил? Заряжаемся. Крыса ещё не пробегала. Ну. О, бежит. Сюда бежит. Ой. Слишком близко подошёл. Но, походу, крысу я так и не убил. Потому что я видел, что она побежала дальше. То есть, всё-таки эти крысы бессмертные. Ладно. Но я ещё одну штуку не проверил. Так это то, что крысы работают как капканы. Давайте только сначала удерём из этого дома. А потом заново запустим игру, только на этот раз уже в режиме изи. Чтоб посмотреть, действительно ли пизк крысы призывает бабулю. Так, во-первых, берём молоток. И идём оттирать доску от двери. Всё, больше он нам не понадобится. Теперь идём наверх за кусачками. Крыса. Так. Вот они. Сперва перекусываем этот провод. А теперь этот. Теперь берём листок с кодом. Открываем кодовый замок. И самое последнее, это главный ключ. Вот он у нас где. Ну и всё. И уходим. И пусто. И нет, не... А, нет. Папка. Вы видели? Папка вернулась. Так. Хорошая работа. Вы смогли сбежать из этого, из дома Грэнни. Если вы готовы, то можете попробовать повторить, но при этом уже с бабулей. Да я вообще-то сбегал из дома, даже когда бабуля была в нём. Ладно. Меняем практис на изи. И снова запускаем игру. Сейчас и посмотрим, правда ли это. Да, сейчас тут будет кошмарная бабка. И ещё кошмарная музыка, если она нас поймает. Так. Ну и где крысы? Вон крыса. Ну. Всё. Вон она, пип... Пискнула. Так. Пискнула. Ой, бабка идёт к нам. Да, это правда. Да, бабка, конечно, лучше какая. То есть это правда. Да. Вот так я заодно и новую концовку увидел с кошмарной бабкой, которая... Типа, стоит у этого... У дома. Смотрит, а дверь открыта. Одна. Я раньше такую концовку не видел. Я в первый раз её видел. То есть... То есть... Вот так вот я недорогом и новую концовку показал. Ну ладно. На этом уже всё. Следующий видос уже будет именно по игре Legendary. А это видео заканчивается. Если вы чувствуетесь... Я... Ну да. То есть... Продолжение следует...